доброе утро еще раз теперь я включила запись и мы можем начинать и я жду сегодняшнего гостя в нашей онлайновой счастливой субботе это юлия набееву так юлия набеева мне задает вопрос куда переходить ко мне в телеграм-канал сейчас я пришлю тебе ссылочку мне кажется человек который научил меня вести и вести эфиры в телеграм-канале вдруг спрашивает у меня а видео нет так видео нет а вы меня слышите а видео нет да а слышно меня вообще нет так видео нет а что делать чтобы оно было я себя очень хорошо вижу а сейчас меня меня слышно видно теперь видно отлично такое количество кнопочек с утра и с ними плохо справляюсь дорогая юля набеева эксперт по коммуникациям соседка по жизни подруга моего старшего сына заходи пожалуйста что она должна для этого сделать прошлый раз и юлия исаева как-то очень быстро зашла в этот раз юлия набеева не может эти юлечка я тебе прислала ссылку ты ее получила мигни пожалуйста так что-то юля мне пишет у нас у нас же тема этой неделе парад побед и я уверена что сейчас будет победа эфир состоится поэтому подождем а пока я хочу сказать что пока мы разбираемся с нашими техническими возможностями техническими возможностями я так фаина попова еще там искала она нашлась она меня слышит дайте мне тоже знать а я дала кажется 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 отлично все теперь у меня все появилось юлечка да 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 я здесь скажи пожалуйста доброе утро доброе 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 утро доброе утро а я хочу сказать что мы вообще сейчас тремя соседскими регионами дружим потому что я сейчас нахожусь на берегу озера у вильды челябинская область так что у нас прямо собрание большого урала я бы так сказала ты знаешь мне конечно жалко что мы вошли в приволжский округ потому что пермь для меня конечно все равно это урал это меня спрашивают а ты откуда я всегда говорю что я с урала я не думаю что иностранцы смотрели наш фильм где это имеет какое-то можно сказать циничное циничное значение для меня это огромная гордость и сейчас я счастлива что мы с тобой соединились в эфире и в этот раз я тебя пригласила потому что до этого у нас были события когда ты открывала свой счастливый понедельник телеграм-канал и я начинала точнее говоря ты пригласила меня для открытия этого канала вот я предлагаю сегодня об этом и поговорить но сначала конечно мне бы хотелось чтобы ты немножечко рассказала себе я тебя хотел бы представить тем кто нас сейчас слышит и видит слава богу как для меня самого близкого эксперта по коммуникациям и причем по коммуникациям очень деликатным и продуктивным одновременно то есть не жестким а мягким но очень результативным поэтому юля как ты себя видишь в этой жизни ну что во первых я хочу со всеми поздороваться и сказать что сегодня великолепное мне кажется совершенно счастливое субботнее утро и я надеюсь что вдруг если по какой-то причине оно у вас не такое то я рекомендую вам выбрать и сделать именно таким потому что ну а есть все основания для того чтобы эта суббота у вас была счастливой если говорить про мой опыт про мою рекламную жизненную составляющую то 2005 года я работаю в сфере обучения взрослых людей и так или иначе вся моя жизнь связана с тем чтобы помогать взрослым людям переводить их знания в успех вот и у меня есть еще мое хобби это мой телеграмм подтас счастливый понедельник как раз таки юлия стала самой первой гостью в моем счастливом понедельнике я его придумала как раз когда была пандемия у вас тогда стартовали счастливые субботы а у меня появился счастливый понедельник и потихонечку потихонечку проект начал развиваться я подумала о том что было бы супер круто начать самый первый выпуск счастливого понедельника не с кем-то а именно с улей кузяевой так стоит две юли чтобы начинали открывали путь счастливого понедельника так сказать эстафетную палочку я чтобы мне юля передала и мы вот начали с дыхание в каком-то наверное позапрошлом мне кажется году мы начали такое поступательное движение в развитии счастливого понедельника либо я прямо принимаю обратно эстафетную палочку и она и на самом деле эта эстафетная палочка на скорее всего как раз показывает о том что можно бежать вместе в команде да и как ты прекрасно сказала что эстафетная палочка счастливых субботы с перми перешла счастливый понедельник в руки девушки из юли из екатеринбурга и это же классно потому что это как раз говорит о том что у нас не конкурирующие города они у нас соседи и каждый развивается по-своему вот результаты у каждого тоже свои но в этом году же есть объединяющая дата 300 300 лет вот скажи мне пожалуйста вот ты каких какими бы хотела видеть свердловчан или как вы сейчас правильно я сказала же свердловчане вот какими бы ты хотела видеть своих соотечественников через 300 лет но прежде чем говорить о том что каким бы какими бы я хотела видеть своих соотечественников я бы хотела поговорить о конкуренции мне кажется это такое интересное понятие о котором мы так или иначе задумываемся и сегодня утром я об этом думала и мне кажется что вы знаете вот вот какая мне мысль пришла в голову когда возникает конкуренция борьба за ограниченный ресурс но например возьмем когда вот люди совсем где-то на одной маленькой территории они между собой конкурируют за кусочек земли за цепровиан за какие-то ресурсы но какая штука возникает например да вот мы можем там про себя упсую думать а это например челябинцы хотя я сейчас нахожу челябинской области они например безобразно ездят это пермики они вообще соленые уши эти из екатеринбурга они чокают вот или еще что-нибудь можно думать негативно друг про друга когда мы супер супер сжаты оценочно конечно 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 но интересный момент какой возникает когда мы начинаем друг от друга отдаляться и сегодня я вспоминала когда я приезжаю куда-нибудь например на юг россию и вижу 159 регион какая первая реакция о родные люди а если например представить себя где-то за границей вообще за пределами нашей страны мы понимаем что а 159 174 160 196 или даже вообще российские номера нам автоматически кажется о это же прям моя земля моя родина и тогда интересный какой момент возникает что конкуренция это очень странная штука казалось бы когда ресурс ограничен мы как-то так настроена не очень но как только мы отдаляется друг от друга возникает это теплое чувство что это свои не представляете поэтому получается конкуренция эта штука ну как бы я сказала она в головах людей и кто-то фокусирует свое внимание на том что он ограничен в ресурсах и поэтому он не видит возможности а кто-то же наоборот исходит из изобилия и тогда огромное количество возможности открывается и вот мне кажется что зрители мира в мире до канала мир в мире начинается с меня это точно те люди которые прямо исповедую изобилие в первую очередь духовное вот потому что именно духовное изобилие она порождает и и и любое другое но когда в душе мир тогда и везде вокруг гораздо более интересно гораздо более ресурсно что ли я бы так сказал вот поэтому а если говорить про конкуренцию то вот у меня мнение такое что конкуренция она когда в душе ограничения это первый момент а второй момент если говорить про конкуренцию то у нее тоже есть свои плюсы и свои минусы потому что если смотреть например на рыночную экономику да и если говорить про здоровую конкуренцию то конкуренция это отличный двигатель развития когда мы видим что какие-то классные проекты развиваются мы можем расширить свой кругозор и мы можем предлагать какие-то классные решения и именно да передавайте ставят не палочки обмениваться опытом а и так далее и так далее и это то что при классном внутреннем настрое однозначно усиливает абсолютно все как-то мы разговаривали с одним строителем с владельцем большой строительной компании на урале и они первыми очень много лет назад запустили знаете в подъездах такие на первом этаже лапомойки собственник этой компании он говорит у меня дома собака и я всю жизнь мечтал чтобы не таскать эту собаку по по дому с мокрыми лапами а чтобы можно было помыть лапы собаки внизу и он начал делать лапомойки прям в подъездах и к нему начали свяжаться абсолютно все строители города и тогда я ему сказал геннадий геннадий а вы вообще как бы ну не боитесь что вашу идею стырят он любит юля ты чего наоборот мы задаем стандарт и это значит что другие строители другие застройщики они точно также начнут это внедрять и это значит целом вся отрасль поднимется на шагу на два шага выше представляете какой подход круто же получается что мы мы с тобой задали счастливый стандарт ну я для прибыли по округу а там мы с ириной климовой а а ты для екатеринбурга и сейчас находимся я минске я думаю вокруг у тебя там сейчас я видела ходят люди они тоже заразятся этим этим проектом потому что счастье же она заразна и конечно же я хотела начать именно с этого о том что у меня в демитково висит карта 1909 года о масштабе пермской губернии и конечно же в пермской губернии есть маленький город екатеринбург а сама пермь большая такая жирная точка и очень много знакомых названий но и в общем то есть то что нас исторически объединяет это на самом деле не самое лучшее да что можно сказать в истории нашей стране страны где и на нашей территории на на вашей территории прекратилось существование одного строя и начался другой поэтому вот именно на чем мы делаем акцент если мы делаем на войне то как бы мы будем вспоминать о том что у нас произошло на территории наших двух областей и чем это закончилось и чем продолжается или мы будем как раз говорить о том с счастливом стандарте который мы задаем и тогда вот этот хэштег наше счастье быть вместе он как раз про то что про наши возможности которые нам открываются даже вот через этот эфир потому что я понимаю что даже можно новый хэштег запускать счастливый стандарт прям прикольно это вообще пожалуйста заходи почаще ко мне ко мне ко мне в эфиры ты же знаешь мы друг друга подпитываем потом выхватываем как бы важную фразу и она становится уже хэштегом и самое главное не прикладываются и знания и опыт и я хочу сказать что благодарна тебе за за то обучение которое прошли наши специалисты из демиткова а главный враг руководителя отдела кадров они приехали и смогли донести все то что дает наталья зверик дает для того чтобы изменить атмосферу и и опять-таки стать продуктивными и вот мне кажется еще не мой любимый хэштег время юлит это как раз вот ты понимаешь уже вторую неделю первую неделю а онлайновая в онлайновую субботу я вышла с юлей стаевой время юлила причем как бы на самые такие очень сокровенные темы сегодня время юлит и мы с тобой обсуждаем о том что вот мы создаем счастливый стандарт и сейчас подумаем как его будет продвигать но ведь это на самом деле я преобразовала о том что время рулить и самое ценное что у нас это есть время то как мы его используем это наверное есть смысл вообще нашего пребывания и проживания вот скажи мне пожалуйста а какие у тебя планы на качественное и счастливое использование своего времени ну если говорить отвечать на прошлый вопрос да какими бы я хотела видеть своих соотечественников через 300 лет то конечно мои планы это быть здоровой вот и я прекрасно понимаю что для того чтобы жить как можно дольше важно стараться по максимуму в первую очередь ментальное здоровье до духовное здоровье и физическое здоровье это основа это как говорит наталья зверек очень прикольная у нее штука она говорит что каждому человеку важно найти свои ключевые факторы успеха вот и однозначно я понимаю что наверное у 99 запитая 9 процентов людей а может даже и у 100 процентов людей здоровье вот здоровье физического тела да это точно один из ключевых факторов успеха потому что если нет физического здоровья то все остальное реализуется просто сложнее достигать любых других счастливых там целей когда есть вопрос со здоровьем поэтому это прям главный на сегодняшний день приоритет для меня ну то есть это не то что на чем я прям знаете круглосуточно сфокусирована тем не менее это то что сопровождает меня постоянно мое физическое состояние вот если же говорить про большие планы там моего бизнеса да это проект обучающих решений для успешных людей об юните если говорить про успешных людей это тоже . образование да 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 и тут очень важный момент я за тобой записываю помедленнее записываю и очень важный момент как-то мы разговаривали с одной моей знакомой и она мне говорит юля ты же понимаешь что ты делаешь программы для успешных людей я думаю да конечно я понимаю и она говорит ты знаешь что успешный человек это тот человек который сам себя таким считает это может быть начинающий какой-то студент у которого просто есть амбиции в этой жизни быть классным ярким реализованным и это точно успешный человек это может быть а моя мама пенсионерка которая вообще-то я считаю абсолютно успешный человек потому что она сама выбрала быть такой раз замедлится потому что сейчас когда ты говоришь про успешность это на самом деле тема этой неделе а то что мы начав с наших желаний а затем мы перешли о том чтобы сформулировали а что мы можем а дальше к плану действий и закончили мы все это парадом побед это как раз той успешностью которую мы сами выбираем за которую мы сами можем себя похвалить потому что а вот мы с тобой тоже начали с оценок который мы там даем тем же самым нашим соседям да у одних одно особенно у других другое дети да а как важно не давать себе оценку а посмотреть как ты преуспел и какие у тебя результаты за какой-то короткий промежуток времени и что в тебе изменилось и самое главное а что ты хочешь закрепить в этом и поэтому конечно же когда ты сейчас вспомнила маму свою я вспоминаю как мы с ней познакомились когда она приехала ко мне на тренинг вот и я вижу как она изменилась за эти два года я понимаю что у нее от факторов которые ее привели к этому изменению закрепились скандинавские палки до 10 тысяч до и и и самое главное позитивное мышление и я прям когда когда там она смотрит тебя какие-то комментарии ушла от тревожность которая была вот и поэтому а я сразу хочу сказать когда мама фазифа посмотрит 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 эфир конечно то что я буду счастлива вас увидеть 23 декабря уже на оффлайновой счастливой субботе потому что я думаю сама мы как раз покажем о том как передаются эстафетные палочки они передаются сначала в онлайновые счастливые эфиры виде счастливые субботы счастливые понедельники а затем они возвращаются в оффлайновое общение и мне кажется это как раз то то что ты сделала и вот я так как у нас бы мало времени мы сами выбрали с тобой этот формат 30 минутный но мне очень нравится потому что мы же все спешим вот несмотря на то что казалось бы суббота но очень много дел которые нужно сделать дома это как раз о том что ты перешла от счастливых суббот от счастливых понедельников онлайн и вы понедельники оффлайн и вот этот переход что он тебе дал ой это наверное был такой эксперимент который оказался очень очень ценным потому что самая классная обратная связь которую я получаю от людей они говорят что мы можем познакомиться с единомышленниками и вот в последний четыре понедельник мы делали оффлайн и одна дама основная масса людей там в основном предприниматели одна дама сказала такую классную мысль она говорит ты знаешь мы здесь не продаем себя друг другу мы просто знакомимся с другими классными людьми это так ценно потому что бывают такие бизнес-отворкинга когда тебе нужно за 30 секунд рассказать почему нужно с тобой строить бизнес и от этого люди честно говоря подустали и честно сказать я сама не сторонник вот таких вот искусственных каких-то форматов когда есть счастливый понедельник интересная тема то у людей появляется возможность пообщаться с единомышленниками а на самом деле ну не так много людей у которых огромный круг общения и люди прямо понимают что это очень ценно найти своих тут наверное оффлайн формат однозначно дает возможность держаться своих вот и и находить своих и знакомиться своими вот а это кажется очень очень ценно для успешного человека потому что если он окружает себя такими же стремящимися развивающимися позитивно мыслящими то и у него самого сил а настроение энергии как будто бы прибавляется я записала за тобой мне получается что ты сформулировал факторы успеха первое это быть здоровым второе быть образованным всегда развиваться и учиться третье иметь свое сообщество единомышленников да и прозвучала очень важная вещь о том что как важно все таки встречаться оффлайн потому что изоляция которую мы с вами пережили она дала конечно огромный результат в виде развития таких быстрых коммуникаций когда ты в любой момент может с кем-то соединиться а переговорить получить поддержку до любом случае мы социальные люди и соответственно нам очень важен именно физический контакт для того чтобы рядом был человек который может и за руку поддержать и самое главное выслушать очень важный момент о котором я не сказал хочу акцентировать внимание это то что очень важно когда у тебя есть сообщество единомышленников не закрываться а если говорить там про название моей компании она называется комьюнити это два слова где который переводится как ком это глагол юнити это объединение призыв к объединению это открытая обучающая система которая вызывает людей к объединению но не к сепарации если говорить слово коммуна то это обособленная какая-то вот точность людей но я же сторонник того чтобы не создавать границ не сдавать заборов до создавать возможности для общения потому что как только мы закрываемся в своем маленьком мирке и говорим что вот такие вот избранные по какому-то принципу да тут то как будто бы энергия перестает течь поэтому я еще рекомендую нам всем и и себе в том числе я обожаю это быть открытыми к новым знакомствам а к новым людям потому что чем больше классных людей в окружении тем больше интересных возможностей тем больше просто вот этого жизненного такого энергетического обмена происходит тем более счастливыми вы становитесь вокруг вот мне кажется как раз когда ты говоришь не закрываться и это как раз вот рад побед это про возможности своими радостями и тебя поддержит но одновременно и разделить с кем-то свои переживания это вот да быть честным быть искренним мне кажется сейчас такое время когда настолько это для меня самый важный компонент вообще когда я строю какую-то команду команду создаю проекты я всегда говорю вот у меня три важных пункта первое это честность и она всегда на первом месте но честно всегда про открытость весь вопрос только как мы передаем это свою эмоцию свою как мы выстраиваем эту коммуникацию таким образом это с чего мы начали уже наши эфиры я сказал мне очень нравится как ты ведешь а и свой канал и самое главное как ты выстраиваешь очень доверительные и я даже не знаю как сердечные сердечные отношения то есть не ну не акулы бизнеса а противоположное кстати я сейчас задумалась что мне нужно придумать определение для этого нет у меня определения когда человек занимается бизнесом одновременно он эмпатичный задумалась вот значит первое это честность второе профессионализм это тоже прознание а третье про про это эмпатия это наша сердечность это как раз как бы вот от сердца к сердцу и мне кажется что ты своим проектом объединяешь таких людей и я тоже это делаю и это тут у нас такой парад побед вот но мы с тобой уже обменялись объедини точнее говоря обменялись почему мы там не наращиваем свои онлайн а таким методом методом да не становимся акулами бизнеса ты определила что для тебя это хобби а для меня это хобби для меня это просто ресурс для меня вот утром написать доброе утро пожелать мирного понедельника вторника среды среды четверга пятница суббота воскресенье это значит что я уже вот свой посыл от своего сердца мир отправила и тому кому это нужно до него это дойдет и он тоже обрадуется о том что кто-то ему сказал сегодня доброе утро вот и у нас чтобы уже осталось мало времени и впереди декабрь новый год и наши встречи и я надеюсь что это конечно было сюрпризом для мамы для тебя уже не было сюрпризом потому что я тебя предупредила и вчера я люди писали парад побед и как бы награждались этими билетами и конечно там мало новых людей это все те люди которые реально это трудились над собой имеют эти результаты поэтому я думаю что мы с тобой запишем прямо наш онлайн оффлайновый оффлайновые встречи 23 декабря и как раз будет возможность подвести прям реальный итог 23 года можно будет даже сделать какую-нибудь штуку совместно вообще со всеми участниками счастливой субботы и придумать какой-то документ под названием счастливый стандарт прям его вот прям чтобы он был оффлайновым будет документ документ или да мент создан юнитами счастливыми комьюнити а в челябинске есть комьюнити еще нет пока еще нет пока еще нет но мы уже здесь и уже конечно вот наши коллеги просто они такие влюбленные вообще какие-то ненормальные люди я говорю ну мне кажется что классные люди они как-то притягивают к себе классных людей потому что мы с таким количеством суперских людей здесь познакомились вот так вот так что мы постепенно увеличиваем ареал да посмотрим посмотрим как 20 челябинский канал а мой канал называется мир в мире начинается с меня юлин канал на понедельник и сегодня прошла вторая вторая суббота онлайн и впереди еще будут у нас встречи ну а юлю с юлей с ее мамой я встречусь 23 декабря как и со всеми теми кто написал в нашем канале парад побед вчера вот оп все я я уложилась юля и у нас получилось я самое главное чтобы это у меня сохранилась поэтому все замечательных выходных ну и до счастливого понедельника с юлей набеевой всем доброго пока спасибо спасибо большое спасибо 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 спасибо